Цитрончик у меня прожил всю зиму и сейчас уже наступает практически весна. Нужно с ним что-то делать. Ну, во-первых, мне его жалко. Все плоды очень плотно висят на нем. С одной стороны вид красивый, а с другой стороны растение страдает. Все-таки я возьму и его обрежу. Вот, давайте посмотрим, что у него внутри. Берем нож и разрезаем. А вот такая красота. Ну, просто рука настоящая. Что с ним делать, я расскажу в другом сюжете. А пока займемся самим растением. Пусть эта красота на растении повисит, но на самом деле очень много сил отнимает. Но красота для меня важнее, чем самочувствие растения, потому что я сейчас собираюсь его черенковать. Значит, посмотрите, как мы формируем все цитрусовые растения. Чтобы растение было пышненьким, нам нужны как можно больше веток разного порядка. То есть это вот у нас крупные скелетные ветви, ветви первого порядка, которые над штамбом возвышаются. Те, которые идут уже от скелетных ветвей, называются ветвями второго порядка. Вот, например, вот это. Все остальное уже третьего, четвертого, пятого и так далее. Значит, посмотрим, что можно сделать. Вот такая длинная веточка нам не нужна. То есть ее можно использовать на черенки. И оставляем вот такой фрагмент ветки следующего порядка. Значит, вот это будет у меня черенок. Соответственно, мне нужно вот здесь сделать разрез. Чтобы сделать разрез, я оставляю над листочком, над пазухой, ровно сантиметр. И режу. Посмотрите, вот этот столбик мне нужен, потому что в нем есть питательные вещества, которые опустятся в междоузле, и здесь сформируется уже не один, а два побега следующего, третьего порядка. Из них потом два четвертого, два на каждом из побегов пятого и так далее. Ага, здесь появилась проблема. Смотрите, вот эти ветки, они трутся друг от друга, и образовалась на одной из них уже язва. В таких случаях помогает какая-нибудь прокладка резиновая очень хорошо. Мы ветки разъединяем, и они теперь не соприкасаются друг с другом. В результате разъединения язва на одной из веточек заживет, и они примут новое постоянное положение, одревеснев, и уже не будут касаться друг друга. Ну, теперь вот из этих обрезков я сделаю классические черенки, укореню их. Что буду делать с плодом, вы узнаете из следующего сюжета. А пока я переставлю поближе к улице цитрон для того, чтобы он закалился. Ведь лето ему проводить на улице. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова